Говоря о Божьей праведности, мы выяснили, что она достигается верой, не нашими делами. В тот день, когда вы отдали свою жизнь Богу, Он присвоил вам это звание. Как вы помните, в Библии сказано, что Иисус сделался грехом, чтобы мы сделались праведными. Другими словами, Иисус взял на Себя все наши грехи, проступки и недостатки. Он взял их на Себя, чтобы дать нам Свою праведность. Он претерпел боль и страдания за наши грехи и преступления. Поймите, Он страдал, чтобы вам не страдать. Он это пережил, чтобы вам не пришлось. Он не вменяет вам греха. Бог вменил вам праведность. В день вашего покаяния, подумать только, Иисус назвал вас праведными, хотя вы не сделали ничего хорошего. Он назвал нечестивого праведным. Он сделал это, потому что любит вас. Если вы рождены свыше, вы праведность Божья. Если вы приняли Иисуса Господом, вы праведность Божья. Это достигается не делами, не своей силой, не верой в собственные заслуги. Это достигается верой в то, что Иисус сделал для вас. Давайте поговорим о том, как утвердиться в праведности. Запомните, что вы праведность Божья. В любой ситуации представьте, что праведность — это магнит. Когда я пойму, что я, благодаря моей вере, праведность Божья, то праведность, подобно магниту, будет притягивать в мою жизнь все необходимое. Когда я пойму, что я праведность, мне дана через веру, то если заболею, моя вера в то, что я праведность Божья, исцелит меня. Для этого вовсе не обязательно постоянно об этом твердить. Примените решение. Во-первых, я праведность Божья. Бог любит меня. Он сделал меня праведным. Этого хватит, чтобы получить все, чего вам не хватает. Запомните, вы праведность Божья. Аминь. Скажите, я праведность Божья. Я верю, Бог любит меня. Книга Исаии, 54 глава. К слову, эта проповедь возникла не вчера. 17 стих. Все вместе. Исаии, 54, 17. Исаии, 54, 17. Все правильно? Хорошо. 17 стих. Все вместе. Готовы? Читаем. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. «Оправдание их от меня, говорит Господь». В расширенном переводе написано, «Ни одно оружие, созданное против тебя, не будет эффективным, и ты докажешь неправоту каждого, кто будет свидетельствовать против тебя на суде». «Это мир, праведность, безопасность, победа над соперниками. Есть наследие рабов Господа. Тех, кто есть воплощение совершенных рабов Господа. Они наследуют от меня праведность и оправдание. Я оправдываю их, говорит Господь». Вопрос на миллион долларов. Вам не кажется, хотя мы прочитали, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, вам не кажется, что они успешны? Вам не кажется, что чуть ли не каждое орудие попадает в цель? Это обетование с условием. Оно находится в 14 стихе. Здесь сказано, «Ты утвердишься правдою». Скажите, «правдою». «Ты утвердишься правдою». «Ты утвердишься правдою». Мало знать о праведности. Нужно в ней утвердиться. Это условие. Это условие обетования. «Ты утвердишься правдою». Смотрите, что вы получите, когда утвердитесь в праведности. В 14 стихе упомянуты четыре пункта. Первое. «Будешь далека от угнетения». «Когда вы утверждены в праведности и верите, что вы праведность Божья, вы не будете угнетаемы». Скажите своему соседу, «Я далек от угнетения». «Я праведность Божья». Смотрите, что дальше. «Ибо тебе бояться нечего». Скажите, «Я не боюсь». «Я праведность Божья». «И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе». Скажите, «Ужас не приблизится ко мне». Даже если вокруг ужас, ко мне он не приблизится. И четвертое обетование для тех, кто утвердился в праведности, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Скажите соседу, «Дьявол может изобрести оружие, но оно не выстрелит». Послушайте, можно иметь все это при одном условии. «Утвердиться в праведности». Не просто знать и соглашаться с этим, но утвердиться в праведности. Утвердиться в праведности. Утвердиться в праведности. Причем утвердиться не делами, утвердиться верой. Речь о праведности через веру, а не о том, чтобы еще больше петь в хоре Еще чаще ходить в церковь Все это, безусловно, важно Но это не поможет вам утвердиться в праведности Речь идет об утверждении в праведности через веру Утвердиться значит заложить прочное основание Я твердо стою в праведности Мои действия и жизненные обстоятельства этого не изменят Стараться быть праведным и утвердиться в праведности Это не одно и то же Можно написать свое имя на песке или в застывающем цементе Видите разницу? Если я напишу свое имя на песчаном пляже, то его через некоторое время смоют водой Начертите свое имя в цементном растворе И слава Богу, когда цемент засохнет, затвердеет, даже если его залить водой, ваше имя останется там навсегда Многие из нас влюблялись в старших классах И вот уже на дереве рядом с ее домом красуется надпись Пэм плюс Джек равно любовь Вы вырезали ее ножом Тем самым вам хотелось упрочить свои чувства друг к другу Пройдет много лет, и вы сможете вернуться к этому дереву И найти ту самую надпись, увековеченную на его стволе То же самое применимо к праведности Не пишите ее на песке, где ее может смыть водой Где она может уступить под тяжестью обстоятельств Где даже малейший промах способен все перечеркнуть Я хочу, чтобы вы знали, что вы навсегда Вы навсегда Аллилуйя Через веру сделались Божьей праведностью Посему, что бы ни случилось Я утвержден в праведности Скажите, я утвержден в праведности Послушайте, если я верю, что я утвержден в праведности Я в этом не сомневаюсь Когда не осталось сомнений, что я утвержден в праведности Благословение не замедлит себя ждать Я буду исцелен У меня есть все, что нужно Я каждое утро просыпаюсь, зная, что я утвержден в праведности Что бы ни случилось Я совершил ошибку, но я праведность Божья Аллилуйя, слава Богу Когда мне плохо, я праведность Божья Скажите, я праведность Божья Я утвержден в его праведности Римлянам 5 глава Вы здесь? Я буду проповедовать Евангелие благодати Пока не умру Римлянам 5 глава 17 стих Смотрите Ибо если преступлением одного Смерть царствовала посредством одного То тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности Будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа Обратите внимание на слова Приемлющие обилие благодати и дар праведности Дар праведности нужно сначала принять Это предполагает повторяющиеся действия Сравните себя со спутниковым ресивером Чтобы смотреть телевизор, нужен ресивер Если у вас есть ресивер И вы заплатили абонентскую плату Иисус заплатил за меня, аминь Вы понимаете, что небеса не выставляют нам счет Наш долг оплачен Итак, если у вас есть ресивер, он будет работать Сравните себя с ресивером С приемником Я приемник праведности Я постоянно принимаю праведность в свою жизнь Но вы должны понять Часто именно ваша некомпетентность В вопросе праведности мешает нам ее принять Что я хочу сказать? Мы кое-что забыли Если дьяволу удастся поколебать вашу уверенность в том Что вы праведность Божья во Христе Иисусе Вместе с тем он лишит вас тех благословений Которые даются вам благодатью Самое главное в жизни В любой ситуации Стараться сохранять свою праведность Чтобы поток благословений Дарованных вам благодатью Не прерывался Не давайте никому поколебать вас Будь то ад Или глубокие воды Вы праведность Божья Проявляя подобные отношения Вы сможете принять все то Что дает вам благодать Аминь Вы знаете, есть разница Можно иметь кое-что И не знать об этом Если у вас есть миллион долларов А вы не в курсе Вы будете жить по-старому, так? Я уже приводил этот пример раньше Я говорю по телефону И на вопрос собеседника Что ты делаешь? Отвечаю Ищу телефон Я говорю по телефону Но не осознаю этого Понимаете? Я упорно ищу вещь Которую держу в руке У уха Или Вот еще Сколько раз вам приходилось Искать очки в очках Опять-таки Очки на месте Но из-за того, что вы этого не осознаете Вы продолжаете искать вещь Которая у вас уже есть То же самое с праведностью Она у вас уже есть Не пытайтесь получить то Что у вас уже есть Вы праведность Божья Вы облачены в праведность Вы утверждены в праведности Вам доступны все ее преимущества Потому что вы точно знаете, чем обладаете Есть мнение, что я праведный Пока не согрешу Кто-то скажет Да, я праведность Божья Пока не согрешу Вам доводилось это слышать? Поднимите руки А кто из вас так думает? Вот что я вам скажу, друзья Это заблуждение Дьявол хочет, чтобы вы думали, что ваш грех аннулирует Божий дар Выходит, Бог хочет, чтобы мы утвердились в праведности Которую можно аннулировать грехом Что-то здесь не так Я думаю, не знаю Слышали вы это или нет? Давайте попробуем Если да, послушайте еще раз Кто из вас Я знаю, что вы утверждены в праведности И уверены в спасении Иначе и быть не может Кто из вас Это шутка Помнит себя грешником? Кто-то скажет Пастор, а я и так не забывал А вы помните до того Как вы покаялись И стали праведностью Божьей Можете вспомнить свои добрые дела? Как помогли человеку поменять колесо? Я помню Я помню, как делал добро И как это приятно Как помогал пожилым людям стричь газон Я делал добро Как кормил бездомных И отдавал одежду бедным И какое-то приятное чувство А вечером, закончив добрые дела Вышли в бар Где, как всегда, курили, кутили и выпивали Клеили девчонок Все как обычно Позвольте вас спросить Делая добро Вы перестали быть грешником? Даже делая добро Вы все равно оставались грешником? Хорошо, посмотрим на это с другой стороны После того, как вы родились свыше И сделали справедностью Божьей Скажите, только честно Я буду говорить прямо Я пытался как-то это сгладить Но я хочу быть с вами откровенным Думаю, вы все поняли Если вы праведность Божья Вы утвердились в праведности И вы это знаете Можете ли вы признаться Что грешили, будучи в своем новом праведном статусе? Ты смотри, мне это нравится Смотрите, если вы будете праведным в Боге Согрешили Тогда хочу спросить вас Является ли это достаточным основанием по Писанию Чтобы лишить вас вашего праведного статуса? Нет Точно так же, как добрый грешник Не перестает быть грешником Оступившийся праведник Не перестает быть праведным Скажите, я праведность Божья Мой проступок ничего не меняет Настанет день, когда вы поверите Дьявол усиленно прятал Веками скрывал от нас это послание благодати Но в последние дни Перед пришествием Иисуса Нас ждет такое пробуждение Славы Божьей В явлении благодати Божьей Мы освободимся от вины Мы освободимся от осуждения Осознание греха порождает осуждение Вызывает чувство вины Лишает достоинства Мешает служить Богу Осуждение убивает Осуждение ведет к смерти Не живите под осуждением Да, вы совершили ошибку Но знайте, что кровь Иисуса очистит вас И послушайте, однажды вы поверите, что вы праведность Божья В этот момент грех утратит над вами контроль Вы не будете грешить, зная, что вы праведность Божья Мы так боимся согрешить Не понимая, что стоит мне поверить в то, что я праведность Божья И с грехом будет покончено Моя вера формирует мой образ жизни Но когда вера хромает А религия вызывает чувство вины Осуждение, самоуничижение Люди, живущие под осуждением, под виной Люди, которых преследует страх отвержения Они будут грешить Будут грешить Но те, кто знает, что они праведность Божья И принимает это верой Будут жить в соответствии с этим Они начнут приносить то, что Библия называет плод праведности Убирая все лишнее Однажды вы посмотрите на себя в зеркало и скажете «Господи, я стал другим человеком» «Я праведность Божья во Христе Иисусе» Смотришь «А куда подевался тот грех?» Я скажу, куда Он растворился в праведности Кто-то должен в это верить Когда это произойдет, все изменится Когда вы проснетесь, посмотрите на себя в зеркало и скажете «Я праведность Божья» Тем самым Вы вовсорники В тот день, когда вы посмотрите на себя в зеркало и скажете «Я утвержден в праведности» Вы расстанетесь со своим сожителем Знаете, кто такой сожитель? Не знаю, насколько устарел этот термин Но раньше так называли внебрачную связь Да на кол его посадить Поутру смотришь на себя в зеркало и думаешь «Постой-ка, я праведность Божья» Я не должен этого делать Потому что вы утверждены в его праведности Итак, дальше 1 Коринфянам 15 глава 1 Коринфянам 15 глава Мы уже три недели говорим на эту тему Но все самое важное еще впереди Боже мой 1 Коринфянам 15-34 «Брат Доллар, говоря о благодати, ты разрешаешь людям грешить» Нет, все это время они грешили без разрешения Нет, нет Когда они это поймут Они не будут грешить Потому что поймут, что они Смогут избавиться от осуждения Обратиться к Богу и сказать «Да, я согрешил, но Бог любит меня» Бог не вменяет мне греха Наступит день, когда наркодилер придет в церковь Потому что наконец-то понял, что Бог любит его И не вменяет ему греха Когда все те, кто совершил прелюбодеяние Кто жил в грехе, смогут обратиться к Богу Который не вменяет им греха Знаете, в чем ошибка церкви? Мы постоянно говорим людям, что они плохие Что Богу это не нравится Посмотри, что ты наделал Бог этого не потерпит Мы осуждаем людей Но когда они слышат, что Бог не вменяет им греха Приходите как есть Со своими изъянами, с обидами, с грехами С твернословием Если не можете иначе Но я знаю Иисуса, который пролил свою кровь за вас И он не вменяет вам греха Единственное, что он вам вменяет Потому что он не против вас Он за вас Написано, что он вменяет нечестивому праведность Религиозные деятели не хотят этого слышать Но возьмите любого грешника И скажите ему, что Бог не вменяет ему греха То, что ты сделал, ужасно Но Бог не вменяет тебе греха Иисус взял твой грех на себя Если бы вы подошли к человеку Друзья, если бы у вас был большой долг И я подошел к вам И выписал чек на всю сумму Как бы вы ко мне относились после этого И вы бы меня полюбили И вы бы меня полюбили И вы бы постоянно норовили меня обнять Ой, дай-ка я тебя обниму Как жизнь А представляете, если бы я это сделал А вам стыдно находиться в моем присутствии Иисус заплатил ваш долг Вам не надо платить За свои грехи Он взял их Он сполна заплатил за них Вы свободны от греха Что касается греха Вы ничего не должны Ни в чем не нуждаетесь И у вас большие запасы Что касается греха Иисус пришел и заплатил за вас Вы никому ничего не должны Вы не должны Богу Не должны небесам Бог хочет дать вам то Что Иисус приобрел своей кровью Не отказывайтесь от этого Примите это Он взял мои грехи Я свободен Всякий раз совершая ошибку Запомните Что Иисус заплатил не только За ваши прошлые грехи и долги Но Он оплатил и те Которые вы Совершите сверх лимита Представьте Что я пришел в магазин И заплатил за вас А потом попросил записать на мой Счет все Что вы потратите в будущем В будущем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому